Мы с Олей, конечно же, не можем вспомнить, как выглядели продукты в СССР и многие другие товары, уверен, как и многие наши телезрители, тем не менее. Какая была музыка в то время, мы это сделать можем. Можем представить, можем вам рассказать, а поможет нам в этом Иосиф Рогаль, член Союза Композиторов Белоруссии, член Союза Писателей России. Доброе утро! Доброе утро! С наступающим вас! Спасибо большое! Для нас большая честь, что вы посетили с утра пораньше нашу студию и, собственно говоря, не с пустыми руками пришли. Расскажите, пожалуйста, с чем пожаловали? Ну, во-первых, спасибо огромное за приглашение. Во-вторых, я, честно говоря, очень рад повоевать. Я люблю очень Крым. У меня такая родственная привязка к нему. Ну и я считаю, что у меня есть полномочия, что ли, моральные, сказать пару слов о творчестве прошлых времен. Конечно. Да, по возрасту. И, кроме того, я уже 10 лет представитель Международного молодежного эстрадного конкурса «Берега надежды». И за 10 лет ежемесячных конкурсов, ежемесячных, от 500 до 1500 детей в каждый город приезжает. Это по всей России, в том числе и в Крыму уже два года подряд было. Вот. Поэтому у меня есть основания сделать личную аналитику и сделать какие-то выводы и мотивации предложить. В доводы своих, сказать, какие-то выводы. Вот. Поэтому, если говорить о сравнении, что ли, прошлого и настоящего, я, прежде всего, буду обращать внимание на творчество для детей. О детском и молодежном творчестве. И, прежде всего, эстрадном, музыкальном, исполнительском, инструментальном, но рассчитанном. Давайте же начнем. Какое было это творчество? Я вам скажу, что оно было очень интересным и отличалось довольно прилично от наших времен. Конечно, первое, как композитор, скажу, песни писались в основном патриотического содержания и воспитательного. Все было рассчитано именно на патриотику, на ее воспитание молодого поколения. Все песни, их было намного меньше, чем в наше время по количеству, но, надо сказать, что уровень высокий, потому что, имейте в виду, что при советской власти Советский Союз достиг в мире пика мелодизма. Вся планета потом за Советским Союзом по мелодике шла, заимствуя, отказываясь от патриотизма. В общем, брали не количеством, а качеством. Совершенно верно, да. Но исполнялись песни, это уже исполнительская сторона дела. Конечно, в основном это школы, кружки были самодельцы, далее пионерские лагеря и дворцы пионеров. И вот этими сценами ограничивалось произведение искусства. Редко их детей выпускали на экран, на большой экран особенно. Очень редко, я это признаюсь откровенно. Вот, это то время. Теперь все резко изменилось, потому что у нас основные источники, если хотите, сегодня движения детской талантливости, это вот школы, музыкальные колледжи и прочие институты, второе, это конкурсы, которых сейчас очень много в стране и в мире. И третье, это телевидение. Я вам скажу, что телевидение, по-моему, вносит, если школы вносят фундамент, так сказать, классику основных научных знаний об искусстве, культуре, вот, песенной прежде всего, ну, в том числе, то как раз телевидение резко расширило доступ детей к большой профессиональной сцене. Это великая заслуга телевидения, да. Что это дало, кстати? Это дало тоже очень много, потому что, если раньше, я вам пример такой приведу, если раньше, чтобы приучить ребенка вести себя нормально на сцене, самообладание ему обеспечить, это надо было 3-4 года учебы профессиональной. А теперь приходит, вот у нас, ну, каждый год на конкурс, каждый город, каждый месяц приходит от 500 до 1500 детей. Где-то 70% детей уже готовы к сценической деятельности. И я задаю неоднократно себе самому мысленный вопрос, откуда это? Вот, представляете, 6 лет, у нас 6 до 18 лет дети. Приходит на сцену в 6 лет и уже выступает почти как профессиональный артист. Владеет собой, владеет сценой, работает на публику, как положено артисту, да. И я думаю, откуда? Это только телевидению помогло. Клянусь вам, поэтому пусть молятся на вас все дети и сегодня и впредь. Так, теперь вопрос по поводу ваших, значит, подарков, не подарков, что это вы нам принесли. Я вам скажу, я принес несколько вещей. Во-первых, поскольку я сам поэт и сам композитор пишу песни детские и молодежные и взрослые только на свои стихи, у меня есть свои диски, которые вот один из них я принес с собой. И я вам его подарю до завершения. Спасибо большое. Мало того, в этом году был конкурс на пятилетие возвращения Крыма в Россию, общероссийский конкурс. Моя песня «Весна в Крыму» заняла второе место по России. Поздравляю. Спасибо. И я, по велению вашего руководства Крыма, был почетным гостем на празднике пятилетия, сидел в первых рядах на концертах, слушал свои песни на концертах. Значит, исполняет солист Росгвардии, это Уральская ансамбля Росгвардии. Я попытался записать в Севастопольной Черноморской флоте, но там немножко они были заняты, мало получилось, а вот оттуда, да, и его привозил сюда. Он спел здесь, да, да. Мало того, я скажу в честь вашего Министерства культуры, когда формировался концерт этот, то кроме наших призовых песен, мое второе было, первое было, третье место, сказали, А что, у вас композиторов есть интересного для нас? А я говорю, вот у меня посмотрели диск, а тут есть песня о море. А кто исполняет девочка 10 лет? Где живет? В Екатеринбурге. А можно, чтобы она приехала спела в нас на госконцерте, здесь, в праздник? Я позвонил маме, мама прилетела, поселилась, и девочка спела. Песня записана на пленку в вашем колледже, Министерство культуры имеет колледж музыкальный и так далее. Вот, и я вам скажу, что просто эта песня восторга ребенка, который первый раз приехал к морю. Да, и такие слова написаны, я специально написал, что... И это все благодаря вам и вашей песне. Да, 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 именно песня, слова и музыка моя. Долго мне мечталось, и тот день пришел, море чуть качалось, как лазурный шелк. Многие боятся темной глубины, а я мчусь в объятия пенистой волны. И так далее. И внизу, в конце такие слова. Ну, а я от счастья даже вместо сна бегаю плескаться в ласковых волнах. Даже такие. Ну, это все прям про Крым, все верно. Да, совершенно верно. А это тут же Министерство культуры молодец. Они чувствованы пошли, уловили это, и никого не запросили. Иосиф Михайлович, благодаря вашим трудам, вашей работе, исполнилась мечта одного ребенка, маленькой девочки. И я уверен, конечно же, не одной. Тем не менее, хотелось бы, чтобы в новом году мечты сбывались чаще. И у всех-всех-всех. Но на этом нам пора прощаться нашим телезрителям. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях с нами был Иосиф Рогаль, член Союза композиторов Белоруссии, и член Союза писателей России. Иосиф Михайлович, просто так отпустить на вас не можем. С вами нужно срочно сделать фотоснимок на память. Сфотографироваться. Спасибо огромное. Пожалуйста. Если попадется в экран, моя книга детская, главный Дед Мороз. Она ведущая в мире. Никто про Деда Мороза. Давайте, чтобы попало. Тут у Крыма упоминается. Пожалуйста, Стефан, отойди. А пойдемте, вот мы с ней сфотографируемся. Это дело. Спасибо. Да и не одну еще подарю. Ну и буду рад. Как приятно, что к нам приходят такие седры. Главный Дед Мороз в России. Седры. И это в великому субе. Дед Мороз заказывает ежегодно партию этих книг. Я сам издаю в Москве тираж, отправляю ему. Он продает. Так, Иосиф Михайлович, вы становитесь посерединке. И Стефан прямо сейчас скажет, что надо делать. Мы смотрим прямо в камеру и на раз, два, три говорим «С Новым Годом». Готовы? Раз, два, три. С Новым Годом!